В феврале этого года глава Рассказова принял решение отправить на конкурс дизайн-проект общественной территории «Городской сад Набережная». Обсуждение инфраструктуры будущего пространства проводили на протяжении двух месяцев. Промежуточные итоги участники общественной комиссии обсудили на очередном заседании. Рассказова будет участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В разработке дизайн-проекта и выборе наиболее важных объектов будущего общественного пространства участвовали все жители. Кафе, шашлычные, место для пикников с устройством газоноустойчивой к механическому воздействию, развлекательные центры, например, уличная концертная площадка, сферический кинозал, веревочный парк. Сеть пешеходных дорожек обеспечивают удобные и кратчайшие подходы к спортивным детским площадкам отдыха, прогулочной дорожке. Озеленение объектов, посадка деревьев, установка с организацией на шафтных групп, устройство газоноцветников, освещение территории, сооружение зеленых насаждений, размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна. Ну это мы говорили скамьи, там светящиеся предложения, скамьи примирения, полные беседки, ограждения и так далее. На очередном заседании общественной комиссии присутствовал представитель компании, который занимается разработкой проекта для Всероссийского конкурса общественных территорий. Вместе с участниками комиссии он обсудил концепцию будущего места отдыха. Кроме того, что мы в схемах предварительно рисуем какую-то красивую вам инфраструктуру, которая будет служить просто для людей, для удобства в жизни, это все здорово, все замечательно. Но еще такой момент надо заакцентировать. В городе, например, в Тамбове я постоянно слышу от чиновников, а самая главная проблема какая? Вы парк нам построите, а кто его будет обслуживать? Конкурс проводится среди малых городов. Из Тамбовской области, помимо рассказов, заявки на участие в нем подали еще три города. Для этого необходимо подготовить проект «Набережная – городской сад». Эти территории будут соединены тротуарной и велосипедной дорожками. Помимо этого, там могут располагаться кафе и рестораны. Заявки на открытие общепита подали уже 11 предприятий нашего города. Ольга Жукова, Никита Желтов, Новости ТВ Рассказово.